Здравствуйте, вы воспитатель? Какой воспитатель у детского сада? Да или нет? Мы знаем. А как так получилось, что ребенок вчера ушел? А я не знаю. Вот так сотрудник частного детского сада Крошкин дом прокомментировал о побег двухлетнего Руслана. Около четырех часов дня житель дома нашел мальчика в подъезде. Одного, басова и раздетого. На нем была лишь тоненькая майка. Мужчина начал стучаться в каждую квартиру, спрашивая, чей малыш. Татьяна, жительница дома, приютила мальчика у себя и связалась с сотрудниками полиции. Ребенок находился у нее в квартире около часа. Потом супруг Татьяны решил позвонить в детский сад. Супруг мой позвонил в этот детский сад, спросил, говорит, что у вас ребенок не пропадал. То есть она сказала, какой ребенок, кто пропал. Ну, не поняла ничего. Потом, видимо, сходила, посчитала цыплят, сказала, а где что, где ребенок. Он сказал, у нас дома. Понимаете, человек с виду божий одуванчик и ворваться, и забрать ребенка, который кричит. Она его уронила прямо на пороге у нас. По словам няни этого детского сада, которой вообще не было на рабочем месте, когда мальчик ушел, ребенок отсутствовал всего несколько минут. Легко открывается дверь, он открыл дверь и ушел. Долго он был на лечке? Да нет, просто буквально минуты две-три, не больше. У нас такого вообще никогда не было. Люди такие тоже вредные, злые. А как-то вышло, что он был без одежды. У нас же здесь жарко. Сняли колготки. Выяснять, кто прав, кто виноват, будет полиция. Ее сотрудниками уже проводится проверка. Я напомню, это не первый случай побега из частного сада. В конце сентября из детского центра «Лисенок» в микрорайоне «Солнечный» во время прогулки ушли трое малышей. Через 15 минут их нашли в соседнем дворе, целыми и невредимыми. В управлении образования нам пояснили, надзор за частными детскими садами осуществляет службу по контролю в области образования. Но это касается только лицензированных садов. Учитывая, что Крошкин дом находится в обычной квартире и не имеет пожарного выхода, по поводу лицензии и законности возникают серьезные вопросы. Елизавета Курочкина, Станислав Салтыков, Новости ТВК.